Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». Я, Марина Романюк, и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город», расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. «Черная река. Экологическая катастрофа в Рязани или что случилось с речкой Быстрицей?» разбирался Максим Васильев. «Горы мусора. Почему на Татарской не вывозят свалки из дворов?» возмущение местных жителей покажет Анна Герцовская. «Можно ли есть арбузы в июне?» в Роспотребнадзоре Олеся Котровская разузнала все о ранних бактилях. Неизвестные повороты истории о забытых и заброшенных, но уникальных памятниках архитектуры рассказал краевед Игорь Канай. Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области переехал по новому адресу. С 24 июня Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области будет осуществлять прием граждан и представителей юридических лиц по адресу город Рязань, улица Ленина, 46, вход со стороны улица Почтовая, напротив здания арбитражного суда Рязанской области. С 18 июня по тому же адресу будут оказываться государственные услуги в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности на территории города Рязани и Рязанского района. Установлен график приема заявителей. Для владельцев гражданского оружия прием по понедельникам и средам, по вторникам и четвергам для представителей юридических лиц и частных охранников. График работы с 9.30 до 18.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. 17 июня на стадионе ЦСКА стартовал региональный этап Спартакиада пенсионеров Рязанской области. На старт вышли самые спортивные и активные. На торжественном построении на стадионе ЦСКА спортсмены серебряного возраста. О том, что движение – это жизнь, они знают не понаслышке. Самым опытным участникам соревнований 80 лет, есть и старше. Анна Петровская принимает участие в Спартакиаде уже второй раз. Она уверена, что спорт продлевает жизнь. Анна Петровна тренируется каждую субботу в любую погоду в парке. Здоровый образ жизни – не сидеть дома около телевизора, а идти к людям. Мы вместе с мужем бегаем всю жизнь, и мы – марафонцы. Это наши десанции. Длинная. Чем длиннее, тем лучше. За победу в общекомандном первенстве борются 9 команд. На старт вышли самые спортивные и активные пенсионеры из Копина, Сасовой, Рязани, Клепиковского, Рыбновского, Кораблинского, Сасовского, Шиловского, Александра, Невского районов. Я провожу активный образ жизни. Я утром, чтобы не позанимался, это нет. У меня спандер, пробежка. Даже сейчас на построении вы видели, пенсионеры полны желания показать хорошие результаты, стремятся к этому. И самое основное, что мы сейчас видим, то есть и женщины, и мужчины, не считаясь с возрастом, с молодым задором, принимают участие во всех видах спартакиады. Участники соревнуются в легкой атлетике, настольном теннисе, шахматом, стрельбе с пневматической винтовки, а также в дартсе. Многие готовились к спартакиаде не один месяц. Как вы бежали? Как видите, первая. Бежала с ней. Ну, как сказать. Тяжеловато. Потому что с такими скоростными дистанциями надо выдерживать темп. Поэтому мне проще обязательно, допустим, 10-21. Ну, ничего, с задачей справилась. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда от Рязанской области для участия в финальных соревнованиях спартакиады пенсионеров России, которые пройдут в Белгороде с 24 по 27 августа. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Без страха. В Рязанской области полицейские раскрыли кражу. Только воровали преступники не из домов, а с кладбища. Далее расскажем подробнее. За что возбежали сотрудники полиции? За крыльников. С моим. Этот мужчина воровал вместе с сообщником. Улов у них небольшой, всего три цветника. Пропажу заметили местные жители Михайловского района, которые обратились в полицию. Оперативники узнали, что в ночное время у кладбища видели автомобиль. Жители запомнили эту машину только потому, что час был поздний. Удалось установить, что транспорт принадлежит жителю Михайловского района. Полицейские разыскали этого мужчину и выявили, что он причастен к хищению гранитных цветников. Также к этим кражам оказался причастен 48-летний родственник подозреваемого. Злоумышленников задержали. В ходе проверки выяснилось, что задержанные причастны еще к одной краже цветника с кладбища у села Козловка. Меня задержали сотрудники полиции в связи с кражей цветников с могил в села Козловке. Цветники они воровали не просто так. По предварительной информации, гранитные цветники мужчины планировали реализовывать через фирму ритуальных услуг своей родственницы. Ночью они приезжали на кладбище, воровали цветник, отмывали его и отдавали на продажу. Сейчас похищенные изъяли. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Валерий Седов, телекомпания «Город». Наша телекомпания регулярно рассказывает о мужчинах, которых объявляют в розыск из-за невыплаты алиментов. Но сегодня случаи особенные. Ищут женщину, которая задолжала немаленькую сумму. Это Наталья Сураева, 1980 года рождения. Фотография взята с сайта Управления Федеральной Службы судебных приставов. Женщина объявлена в розыск. Причина – долг по просроченным алиментным платежам на сумму 300 тысяч рублей. Зная свои обязанности выплачивать алименты, гражданка не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты долга в пользу несовершеннолетнего сына. В связи с тем, что ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства гражданка не проживает, а именно в городе Сасово, одноименного района, на связь с судебными приставами не выходит. По инициативе судебного пристава исполнителя она объявлена в розыск. Управление обращается к гражданам. Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону 29 45 00. Ведомстве напомнили, что в соответствии с федеральным законом под номером 152 о персональных данных, в рамках исполнительных производств они имеют право распространять биометрические персональные данные без согласия должника. Узнать о своих долгах можно через сайт УФССП России, личный кабинет на госуслугах, а также через мобильное приложение ФССП. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К нам в студию обратились рязанцы, возмущенные появлением несанкционированной свалки в районе дома номер 18 по улице Татарской. Горы и горки мусора, в основном бытового, уже вывалились на проезжую часть. Мусорная реформа, произошедшая в 2019 году, как следствие подорожание цен за вывоз бытовых отходов, имеет свои плоды и продолжает удивлять. На протяжении где-то последнего года, может быть полутора, как изменился этот закон с мусорными операторами, у нас вот такой стал бардак. То есть здесь какие-то дикие собаки появились, крысы, все это посреди дороги. И что интересно, я тут вчера даже видела вот такую вот прекрасную крысу с хвостиком, которая бегала вот тут днем, не боясь людей, ничего. Ну, как бы вот такая трэшевая ситуация, я бы сказала. Это ужас. И детки гуляют, и тут детская площадка рядом, не огороженная причем. И бабушки, и дедушки, и дети маленькие, и школьники. Вокруг свалки расположено шесть жилых домов. Многие граждане повадились выкидывать мусор именно на эту площадку. На ней всего четыре контейнера. Как говорят местные, до реформы их было девять. Скорее всего, они предназначены для вот этого дома по адресу Стройкова 11. А к этому дому у нас есть пристройка в виде коммерческой недвижимости, у которой нет своего контейнера, и они явно сюда это выбрасывают. Плюс они выбрасывают много строительного мусора. Плюс медицинский центр Марии часто был замечен, который выбрасывает какие-то коробочки из-под медицинских препаратов. Еще одна причина появления такой свалки – это отсутствие мусорных контейнеров у домов, расположенных на улице Татарской. Так считают активисты. Я полагаю, что нужно, во-первых, разобраться с теми, кто проживает в соседних домах, и вообще у них нет своих мусорных. И плюс разобраться вот с этим коммерческим центром, пристроенным к дому Стройкова 11, чтобы у них тоже был какой-то свой отдельный контейнер. Потому что, я думаю, арендаторы, когда платят арендную плату, туда, наверное, входят какие-то отходы. Почему собственник этого здания не ставит для них специальный контейнер? Вот я думаю, от этого здесь такая и свалка, а людям девать мусор некуда, они его несут, несут, несут. Добавить контейнеры и убрать круглогодичную свалку – вот чего хотят люди. Ежедневно они испытывают моральные и физические страдания, проходя мимо этого места. Вонь постоянно стоит. Вот пройти вот, я с ребенком часто гуляю, и одна хожу, ну, мне кажется, его не убирает никогда. Очень символично, что именно во время наших съемок к стихийной свалке подъехал мусоровоз. Аллилуйя! Ну, они приезжают, но почему-то я наблюдала, что они здесь не все убирали. То есть, даже после вот их приезда, все равно потом вот такое было. Вчера шла, стояла мусорная машина, рыжего-оранжевого цвета, вот такая же ряска, вот, постояла, мусор не убрался. В этот раз произошло то же самое. То ли увидев нашу съемочную группу, то ли количество мусора, мусоровоз моментально уехал, даже не попытавшись ликвидировать хотя бы часть отходов. Все это происходит, казалось бы, в цивилизованной стране, хотя, глядя на такие дворы, иногда создается ощущение, что Рязань – это отдельное государство, а Экопронск в нем хозяин, который собирает дань. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанская природоохранная прокуратура начала проверку факта загрязнения маленькой речушки Быстрица, протекающей в районе Семчина, Недостоева, Конищева и впадающей в Аку. Экологи забили тревогу после обращения местных жителей. Ролик, на котором отчетливо виден цвет воды – черный, набирает популярность в социальных сетях. Для Рязани с ее регулярными экологическими происшествиями это видео соцсети уже, наверное, не шок-контент. Для всей остальной – нормально России, очень даже. Житель местечка-городище Александр Тихонов показывает результаты сброса в воду промышленных отходов. Местное население жалуется. Рыба в воде плавает, но плавает она уже сверху, к сожалению, дохлая. Сейчас вот для наглядности наберу баночку, чтобы увидеть цвет, консистенцию. Черная вода с фиолетовым оттенком – это приговор всему живому. Погибшей утке и массовый мор рыбы, похоже, только начало. Если держать в уме то, что Быстрица впадает в Аку. Экологи начали действовать незамедлительно. Видео нас произвело такое впечатление, что там не вызывало сомнений в подлинности происходящих там событий. И шок некоторые вызвало, потому что мы видели там черная река, мертвая рыба. И мы помогли им, взяли на контроль, отправили письма в природоохранную прокуратуру, Министерство природопользования. Какие-то промышленные предприятия явно это не частное какое-то домохозяйство. Возможно, что вот с этими аномальными дождями, может быть, какие-то очистные сооружения вышли из берегов своих. Три года назад в этих краях вода уже меняла свой цвет. Тогда она была кроваво-красной. Надзорные ведомства фиксировали 30-кратное превышение уровня железа, свинца и цинка. И тогда виновники были найдены. За стоки шлама отвалов были наказаны два промышленных предприятия. В этот раз виновных тоже найдут. По результатам мониторинга средств массовой информации мы выехали на место совместно с трудниками Министерства природопользования. Привлекли необходимое лабораторное сопровождение. Отобраны пробы воды и почвы. В результате, по результатам прокурорской проверки, будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц. И в случае необходимости будут приняты меры прокурорской реагирования. Понятно, что должностное лицо оперирует только фактами. И строить предположения не его работа, а наша. Так вот, по нашей информации, на этот раз промышленные выбросы вряд ли причины очернения воды. Здесь все очень похоже на серьезный прорыв канализационных стоков. Отсюда и цвет, и фекальный запах, и ущерб экологии. Ручие тьмы продолжает течь. Пока. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этой неделе в АКУ выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Акция прошла в Рязани на пристани в лесопарке. За рыбление провели, чтобы компенсировать ущерб водным биоресурсам. Они еще совсем крошечные. Вес каждого малька примерно 5 грамм. Но специалисты уверены, уже в скором времени большинство из них наберет массу. Сегодня мы выпускаем порядка 18 тысяч особей стерляди. Возраст этой стерляди примерно полгода. В среднем она растет у нас 150-200 грамм в год. До половозрелой особи набирает в течение 7 лет. После 7 лет это уже взрослая рыба, которая может имитать икру и уже самостоятельно повышать наши запасы продовольственные. Сейчас стерлядь занесена в Красную книгу региона. А ведь еще в прошлом столетии это была промысловая рыба. Антропогенная нагрузка дала о себе знать. Река Ака, она гидрологически зарегулирована и произошла утеря естественных нерестилищ. Именно в основном с этой целью мы восполняем запасы таких ценных видов, как стерлядь, для того, чтобы сохранить биоразнообразие. Потому что вид не промысловый, но необходим в пищевой цепочке для поддержания общего экологического состояния реки Ака. Для зарыбления используют не только пластиковые ведра, но и вот такую специальную трубу. По ней мальки попадают из цистерны в воду. Это нужно для восполнения запасов рыбы нашей родной артерии водной реки Ака. И, соответственно, происходит это периодически в рамках выполнения экологических мероприятий, если проекты так или иначе затрагивают либо саму реку, либо береговую линию. Поэтому в рамках решения экологических задач выпускается тот или иной вид рыбы. В течение трех лет в регионе было выпущено более 100 тысяч мальков таких видов рыб, как щука, сазан, белый амур. И вот теперь в Аку выпустили 18 тысяч молодей стерляди. Для нас это очень важный вид рыбы, который необходимо восполнять для того, чтобы наши дети, наши потомства могли ее увидеть. И, возможно, если мероприятия будут осуществляться в полном объеме, даже ловить ее, как сказать, для того, чтобы положить себе на стол. Поэтому выпустим, пожелаем ей хорошего пути, чтобы она смогла дорасти. Всего в этом году водоемы регионы планируют выпустить по госзаданию почти 50 тысяч разных видов рыб. Пока в большинстве регионов России бахчевые развалы еще не открылись, тем не менее на рынках уже можно приобрести свежие арбузы. Многим не терпится попробовать вкус лета, поэтому покупатели без задней мысли отдают огромные деньги за сладкие ягоды. На что нужно обращать внимание при покупке бахчевых? Этих полосатых красавцев уже можно увидеть в продаже на рынках. При их выборе стоит воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Надежнее всего покупать арбуз среднего размера, то есть весом до 12 килограммов с высохшим хвостиком. Спелая ягода всегда яркого цвета с контрастным рисунком. У нее даже пятно на боку, на котором она лежала, ярко-желтая, даже оранжевая. И лучше всего, если на этом пятне есть коричневая паутинка. А вот в давленных мест не должно быть. Это может быть признаком заболевания. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей корочкой. Если ноготь легко протыкает арбузную корку, значит арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умельно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков. Семена вызревшие черного или коричневого цвета. Дыни выбирают по тем же правилам, однако есть и небольшие различия. У спелой дыни сторона, противоположная от хвостика, должна быть немного мягкой. Если же она твердая, значит дыня незрелая. А если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. И, конечно же, от нее должен исходить аромат. Запаха нет? Тогда и покупать этот плод не стоит. В случае, если дыни или арбуз попались гнилые, не выкидывайте сразу в помойку, советуют эксперты. Отнесите обратно в магазин. Горе арбуз заменят или вернут деньги, если сохранен при покупке чек. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кисловатый запах, то ни в коем случае нельзя его есть. Это может привести к пищевому отравлению. Реализация бахчевых культур вдоль автодорог и из необорудованных торговых мест запрещена. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые элементы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. А еще продавцам запрещается продавать арбузы и дыни частями, а также использовать безмены бытовые, медицинские или почтовые весы. Бахчевую нарезку разрешено делать только в магазинах, если есть для этого соответствующие санитарные условия и специальные витрины с охлаждением для хранения. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Рязайн – город с богатейшим культурным наследием, дышащей историей, полной тайн, которые скрываются в буквальном смысле за каждым поворотом. Скрытые от глаз зарослями американского клёна и разрушенные временем, тем не менее великолепные памятники архитектуры располагаются на каждом шагу. Но задумываются о ценности этих построек разве что краеведы и историки. Старая Московская дорога. 200 лет назад здесь заканчивались границы города Переславля-Рязанского. А сегодня это западная часть старого центра Рязани. К сожалению, забытая и заброшенная. Современным рязанцам улица Семинарская известна тем, что на ней располагается 14-я больница, железнодорожный техникум, а дальше начинается район Бутырки. Само здание больницы, между прочим, не только памятник архитектуры, но и часть древнейшего в городе архитектурного ансамбля. Встречает замечательным ансамблем, стоящим из трех особняков, дворцов. Потому что к этим домам применимо это слово. Особняк, дом, здание, создание. Это городская больница начала 19 века. Это дом трудолюбия с правым флангом, правым левым флангом редутный дом. Один из первых классических особняков старого города, который появляется на этой уже улице Семинарской. В этом явно требующем ремонта великолепном здании, построенном в античном стиле, прекрасен не только внешний вид. Внутри сохранилось помещение домовой церкви, градской больницы. В советские годы алтарь и иконостас разобрали, четырехъярусную люстру сняли, а фрески закрасили. Сохранить удалось колоннаду, сводчатые потолки, изображение спасителя. Сегодня оно так и висит, в скромной рамке, напоминая о том, что было здесь почти 200 лет назад. Церковь была посвящена Александру Невскому. По преданию, поллегенда, что даже мама его была, рязанской княгиней Феодосия. И окончил он свой земной путь, тоже на рязанской земле, предполагают некоторые историки, потому что два городца было, один на Волге, там вниз, другой на Оке, это не что иное, как город Касимов нынешний, называвшийся городцом Мещерским. В архитектурный ансамбль на старой московской дороге, ныне на улице Семинарской, входил также редутный дом. Сегодня здание заброшенное и находится в аварийном состоянии. Кирпичную стену размывает, она рушится, колонны вот-вот упадут, здание пустует. Хотя еще несколько десятилетий назад здесь был корпус военного госпиталя. Редутный дом – это памятник, с которого начиналась классика в нашем городе. То есть первенец. Возможно, название появляется, когда здесь, в екатеринское время, появляется ров и вал к ограничению города. Дело в том, что прямо за редутным домом, как раз был тот самый ров и вал, он с трех сторон окружал старый город XVII века. Поэтому редуты – это укрепление, система укреплений, которая охраняет город. А за парадным архитектурным комплексом с колоннами, во дворах, забытое и полуразрушенное кирпичное сооружение с башенкой, которая напоминает о времени постройки – 1884 год. Конец XIX века. По предположению краеведа, здесь могло располагаться некое производство – маленькая фабрика. Мы связались с историком Александром Дударевым, и, возможно, в скором времени он найдет архивные данные, а нам удастся узнать о предназначении этого объекта. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова